Еще один источник инфекции и грязи подарила Одесситам местная власть. В центре города появились новые контейнеры для мусора. Благое, на первый взгляд, дело грозит неприятными последствиями. Хотели как лучше, а получилось еще даже хуже, чем всегда. Передел мусороуборочного рынка начался после известных событий, связанных с задержанием хозяина фирмы «Союз» Игоря Маркова. Теперь город поделили более или менее равномерно между несколькими предприятиями. В следующем году все ЖКСы должны заключить договор с коммунальным предприятием. И в первую очередь, вывозом мусора и его консервации должны заниматься коммунальным предприятием. Это, с одной стороны, даст нам определенные гарантии о контроле ситуации от любых рисков, экономических, политических, финансовых, а с другой стороны, улучшит или спасет от банкротства наших органов. Центр обслуживает компанию «Экоград». Об этом можно было бы и не говорить, но качество такого обслуживания сразу же вызывает сомнение. Обратите внимание, как сделаны крышки контейнеров. По идее, они должны стоять закрытыми. Иначе ветер будет разносить не только мусор, но и жуткую вонь. Летом мусоросборники превратятся в рассадники инфекции, стоящие на каждом квартале. Даже раньше, когда контейнеры легко закрывались, далеко не все наши граждане утруждали себя выполнением простых санитарных правил. Высыпал мусор – закрой крышку. При нынешней конструкции контейнеров вряд ли кто-нибудь станет их закрывать. Надо поднять огромную и не очень-то легкую крышку, опустить ее до конца с другой стороны, выбросить мусор и снова закрыть. Можно иначе – наполовину приоткрыть и, придерживая одной рукой, другой бросать. Мало кто будет такое делать. Особенно люди пожилые. Кому эту крышку и двумя руками тяжело поднять. Вот и будут стоять полные мусорок контейнеры открытыми. Вы знаете, я уже ко всему привыкшая. А что делать? Летом особенно надо закрывать, потому что лето будет. А вот нынешняя городская власть, видимо, не знает, что лето будет и летом жарко. Впрочем, зима у нас тоже наступает неожиданно. При прошлой городской администрации в Одессе даже начали вводить раздельный сбор мусора. Контейнеры закрывались легко и плотно. Европеец Алексей Костусев это начинание успешно похоронил. Его последователь Олег Брэндак убирает с улиц даже удобные контейнеры. Вместо них ставятся ящики неизвестно кем придуманной конструкции. Налицо эволюция власти, точнее деградация. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУГ.